всем огромный привет меня зовут карина у нас сегодня парфюмерное видео я не самый быстрый в плане реакции человек ну в общем короче где-то полтора года назад маша нашим главным маша привет снимала видео под названием аромата стрелы из язвительность воспитанной женщины и я тогда поняла что я тоже хочу на эту тему высказаться но что-то знаете одно за другое закрутилась завертелась я как-то естественно забыла да вот а сегодня я вдруг внезапно вспомнила почему никто не знает просто вспомнила и поняла что вот если не сейчас то уже никогда поэтому лучше так чем не как друзья мои я сегодня на эту тему поговорю я понимаю что не только меня одну иногда накрывает желание носить подобные ароматы просто иногда реально устаешь от всего вот этого вот вкусненько сладенько сексуальненько как будто что у нас маркируется до дорого-богато статусное привлекающее внимание с километровым шлейфом и хочется чего-то другого и это другого это не про свежие духи или про что-то такое это именно вот просто другое просто какое-то другое настроение другая атмосфера другое состояние себя и вот как раз такие немножко злые ароматы в это время приходят на помощь и в это время хочется именно их носить и сегодня таких парфюмах и пойдет речь если он тема интересно то оставайтесь со мной желаю вам приятного просмотра и что у меня случилось голосом ладно неважно короче не забывайте заглядывать в инфобокс там есть полезные всякие ссылочки и тайм-кодики а я перехожу непосредственно к теме и начинаю я наверно с одного из самых известных ароматов на данную тему а именно шанель 19 у меня эта версия оде парфам но в общем этот разговор был вместе держи я в руках все флаконы сразу или вообще никаких флаконов в общем 19 это так называемый завуч школы сук он правда аромат это вот строгий завуч вашей школы вы на линейке классе так в четвертом пятом шестом седьмом то есть вы к вам еще не одно и к вам не относятся как к уси-пуси маленьким которые ничего не понимают но при этом к вам не относятся как выпускникам потому что да ладно пусть они уже закончат и валят да вот и ты так немножечко знаете аж коленки в себя чуть выжимаешь когда ты на эту женщину смотришь да вот вот это для меня про девятнадцатую это строгий завуч строгий преподаватель при этом очень стильно выглядящая женщина ну и мужчина собственно почему нет мужчина тоже вполне может носить этот аромат да просто в моей школе в одной во второй были заучены женщины поэтому моей голове это так но в общем мужчина тоже вполне имеет право очень крутая штука последний прижизненный аромат самой собственно габриэлии правда подходящий наверное ей по характеру в том числе потому что есть в нем и властности такая вот пробивная какая-то способность в этой композиции структурно это ирис нарцисс гиацинт роза но не цветки а скорее стебли на шипровой такой вот не до шипровой базе и гальбанум с очень таким прям горьким бергамотом в верхах версия одопорфам в ней больше чуть чуть больше роз в туалетной воде и в духах там больше зелени есть версия пудр и бытует часто мнение что девятнадцатая пудр это не шанель и не девятнадцатая и вообще черт знает что ну знаете нюхала я и это кстати тоже как-то поддерживал эту идею всегда но тут нюхала я ее что-то вслепую и нет да она мило припудрена сверху но при этом в ней есть как бы вот эти вот все злющие нюансы акценты и моменты и все такое собственно тоже имеющее право на существование красивый аромат единственное что у меня я очень жалею что я в свое время взяла сотку теперь я от нее по частям по чуть-чуть избавляюсь потому что я хочу купить маленький флакон просто просто флакон здоровый вот у меня экономия место на полке вот в остальном прям если вы ищете что-то в этом направлении но вот как-то не знаете и вы там не особо носитель вот этой всей темы возможно девятнадцатая станет тем единственным ароматом в этом плане на который вы будете носить любить и который вам примут будет который вам зайдет поэтому обязательно присмотритесь если вдруг пока не пробовали не убегая слишком далеко от классики естественно я не могла о нем не вспомнить естественно это knowing обожаю обожаю великолепный шипра восьмидесятник с медом мхом живым сердцем это прям вот это очень хорошо это хорошо это строго и если вот это завод школа сук то вот это директриса этой школы я тоже собственно об этом говорила это очень крутая вещь как у любого хороший любой шипр knowing не имеет ни пола ни возраста поэтому да собственно и девятнадцатая тоже я в этом тоже сказала поэтому если вы молодой человек и вы хотите какие-то такие ароматы для себя собственно смело берите никто в жизни не догадается что у вас кому маркированные как женские парфюмы вот из более современного давайте пробежимся дальше по ну собственно закончим уже получается дальше с люксом внезапно для меня такого плана ароматом стал клоя на мат вот недавно мне достался от моей подруги эта версия в туалетной воде у меня вот но больше конечно речь касается парфюмерки нежели туалетки вот относительно парфюмерки это прям сто процентов про неё это у нас фруктовый шипр с сливами рабель в старте но при этом в очень такое прям линейно строгое основание прям вот хорошая хорошая геометрия формы если позволите так сказать в нем очень хорошая мшистая вот это вот струна которая натянута внутри композиции которая в общем позволяет ей и оказаться в этой подборке собственно позволяет самому аромату быть шипровым он да достаточно строг на при этом обманчиво обманчиво мил то есть когда ты его просто пробуешь с блотера ну фрукты да ну миленький ну симпатичненький но приятненький а когда ты его начинаешь разнашивать ты понимаешь что нет там в общем стержень хребет и характер присутствует вот это такая вот как раз та самая язвительность воспитанной женщины которая кажется что она вообще вашу сторону вот не глянет и ничего не скажет но при этом голову откусит если вдруг что-то пойдет не так поэтому поэтому вот такой он северный олень из нишевого сегмента тоже собственно все что было сказано по поводу намат можно сказать относительно аромата дуглас ханант робера пеге эта история про во первых это самый известный наверное оммаж аромату tenderpoison уже ныне снятому я поэтому меня есть не не стала добавлять да что его уже достаточно сложно найти дуглас ханант как бы прекрасно продается это его наверное реально самый известный оммаж это аромат про туберозу почему не не фрака а именно дуглас ханант все-таки фрака она она нам больше наружу в ней больше больше страсти больше какой-то такой вот драмы больше показного здесь это немножко сдержание здесь больше пуговичек на блузке застегнутая на он тоже про туберозу в старте в нем груша и это сочетание дает какой-то очень пронзитель он он совершенно точно зеленый по цвету причем это такая молодая зелень но ты понимаешь что это молодая зелень не про милую травку а скорее про такой миленький яд вот которая вам подольет кружечку с милым лицом и вы ничего не догадаетесь ничего не поймете прелесть абсолютно при прекрасен и у меня как я уже сказала получается есть и тендер и вот он и вообще не жалею что взяла очень похожую вещь действительно красивый что касается роз наверное самой такой вот колкой розой в моей коллекции оказалось rossi de palmo the protection это альберт оранж это имбирная роза с пачули и геранью колкая холодная немного знаете кажущаяся влажная но при этом очень сухая вот куда то вот пачули здесь прям такие сухие сухие обычно пачули дает какое-то такое подвальное ощущение аромату часто здесь эти пачули прям высушены и это так круто это очень круто сделано вот поэтому rossi да сейчас аромат называется о да протекшн он выпускается уже в другом флаконе у меня был раньше в другом флаконе но сейчас я свой остаток тот продала и купила вот в старом дизайне с драконом ну просто потому что я как уже говорила я люблю старые дизайны и если есть возможность знаете дойти до начала и не сходя с ума и не там совершая целых вояжи я стараюсь дойти до каких-то изначальных выпусков и респудра для меня попадает в эту же категорию кстати сегодня в нем потому что на улице минус 13 обновим кстати что она наносила первый аромат насколько я помню для федерико маля сделал его пьер бурдон его иногда называют такой мужской версии шанель номер 5 это такое отчасти скромное обаяние буржуазии в парфюмерном эквиваленте это аромат про альдегиды которых здесь много про хапку белых цветов про ощущение раскаленной до белок кузницы или чего-то там подобного что находится вот внутри композиции это хорошо запрятано это не сразу находишь это обнаруживаешь какой-то момент вот это ощущение раскаленного металла которая есть в аромате собственно и ирис и пудр здесь в основном где-то в шлейфе это чтобы не то чтобы прям так уж много их вот скорее такая обманка названия маль любит иногда с этим поиграться да у него как ум роуз вроде как просто роза до в смысле одна роза но на самом деле там же целый красный букет еще вот и вот вот этот вот как раз именно металл который есть в этом аромате вот эти металлические альдегиды они дают этому аромату собственно пребывать в этой категории потому что ты понимаешь прекрасно что этот питал он вроде бы тебя греет на первый момент но когда ты приближаешься к нему ближе ты понимаешь что сейчас обожжешься вот это очень крутой эффект очень мало кому удается так играть на контрасте с одной стороны в нем есть вот такая альдегидная металлическая холодность с другой стороны он как-то вроде бы пламенеет изнутри но при этом же это вот это же пламенение оно оно смертельно опасно это это невероятно крутая работа я не сразу ее поняла для меня долгое время это был аромат просто ну типа белые цветы окей ну ну лилия окей ну ну ирис там где-то что-то в хвосте болтается еще но когда я его поняла это прям вот совершенно другую другой уровень восприятия совершенно другой уровень сложности композиции конечно нашелся и в лилабо у меня почему конечно это говорю конечно как будто у меня есть полный шкаф с лилабо у меня их всего-то два нашелся и в лилабо аромат который очень хорошо подходит под эту тему это у нас аромат жасмин 17 а это был подарок от бренда я летом делала выпуск про жасминовые ароматы и собственно написал о том что если у вас что-то есть что вы хотели бы чтобы я светила давайте присоединяйтесь мне вот в общем-то достался он но знаете это классика жанра лилабо когда сначала у нас написано жасмин на пахнет чем угодно кроме жасмина да тут у лилабо больше ароматов которые пахнут не тем что написано на ярлыке и собственно в данном случае это вот прям сто процентов потому что несмотря на то что аромат называется жасмин 17 он про флёрдоранж про нироли в большей степени и вот сейчас наступило его время это холодный зимний флёрдоранж нироли немножко жасмина обычно все эти бело цветочные ноты да в том числе и цитрусово-цветочные они все-таки где-то как-то так поигрывают немножечко с летом с югом с какой-то такой расслабленностью и так далее здесь нет здесь вот белая крахмальная срочка собранные волосы и вообще никакой расхлябанности и вот 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 соринку с пианино тоже вытрите под настроение могу сказать что прям фанат но под настроение с удовольствием выношу и интересная абсолютно вещь и тоже вот есть прямо обманчивая милость потому что в старте какие-то цитрусовые сосалки начинаются вот а потом вот собственно цитрусовые сосалки уходят вот эти вот знаете как леденцы рошен которые в украине сейчас продаются в россии найти уже гораздо сложнее там были такие с с какой-то кислючей массой внутри очень их любила лимонные именно вот что-то в начале вот в этой штуке где-то есть вот от этих леденцов а потом это леди вот иногда вы вы знаете показывают какие-то фильмы книги с ним пишут фильмы снимают да сериалы какие-то где какое-то такое благовоспитанное поместье и там есть женщина но она к типа экономки кто-то вот да но на ней на самом деле не держится дом она очень благополучно у нее великолепный доход и она вот вот вся эта несчастная семья этих несчастных аристократов живет вообще только из-за нее да вот притом она сама ничего не делает она вот рулит процессами в этом доме да то есть кухарки консьержки тра-та-та садовники дворники вот это это все завязано на ней она знает обо всех все она умеет видеть затылком она контролирует все что происходит и пахнет она жасмин 17 вот в моей голове это как так звучит а а еще может быть там репетирует юного какого-нибудь джона играть на рояле да ну что так чтобы не скучать и наверное больше всего подходящий для меня в этом направлении аромат это лет сердце танц злая гвоздика жестокая гвоздика по-разному его переводят обожаю такое ощущение что из вороха гвоздичных специй прорастает цветок гвоздики красавец неимоверный снят естественно к сожалению но большому счастью пока на разных ресейлах в интернет-магазинах и так далее его много вот он не пользовался в общем-то популярностью и поэтому его достаточно легко пока достать поэтому поторопитесь если вы гвоздику любите ее не так много в ароматах она же была очень популярна там семидесятые годы 60 и 70 с существованием всех этих сенобаров и как он называется вот юности и собственно впоследствии опиума сейчас гвоздики в парфюмерии очень мало и я не могу сказать что я там такой фанат но бывает великолепно исполненная гвоздика просто очень красиво и вот это вот одна из наверное самая красивая гвоздика парфюме именно вот здесь не очевидно серж как собственно я уже и сказала ну теперь уже и снятый серж не ассоциирует обычно марку с этим ароматом а мне кажется что на самом деле он очень много вложил себя создавая этот парфюм очень хорошо вот такой была моя подборка если конечно вот эти порыться там в глубине шкафа можно было найти малинар де малинар который великолепный бабушник и тоже очень подходит в эту тему но мне не хотелось держаться в рамках классических духов как-то таких как собственно девятнадцатая или допустим ноуинг хотелось все таки как-то разнообразить тему и посмотреть на знакомые ароматы как например я не думаю что вы такой аномат туалетная вода могли бы сказать что-то подобное да и я собственно сама могла бы сказать что-то подобное если бы не подумала о нем через эту призму а какие-то ароматы про которые я в общем думала что они для меня такие ароматы стрелы когда начала думать про них внимательно в эту тему поняла что все-таки нет все-таки они чуть-чуть про другую историю вот напишите мне в комментариях короче что вы по этому поводу думаете если у вас у вас какие-то такие такого плана подборки что вы носите в каких-то таких настроениях знаете, духи на случай важных переговоров одним словом так, чтобы это и не кричало и не заполняло комнату и вы не были там условно доминирующим альфа-представителем вида но при этом, чтобы это вот все в окружении понимали, что мы делаем так как говорит этот человек, потому что вот ну и не забывайте там подписываться лайки ставить, мне естественно приятно, когда вы это делаете, поэтому радуйте меня, если вам не сложно, все, спасибо целую, обнимаю, пока-пока